Здравствуйте, я психолог онлайн-школы номер один Гольштейн Кира Владимировна. Наша онлайн-школа номер один является полной альтернативой традиционному образованию. Наши ребята учатся когда удобно и где удобно. И сегодня мне бы хотелось поговорить на тему, нужно ли ребенку сдерживать свои эмоции. Каждому из нас хочется, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, чтобы они умели радоваться окружающему миру, чтобы они учились и умели преодолевать все трудности, которые могут случаться на их жизненном пути. Проявление умения бороться с трудностями начинается с первых дней жизни ребенка. Но иногда, пытаясь максимально защитить своего ребенка, мы его оберегаем, предупреждая его какие-то желания и потребности, тем самым нарушая его психику и эмоциональную сферу. Ребенок, поставленный в такую ситуацию, ситуацию, когда родители при любом случае пытаются оберечь, защитить, оградить его, не развивается эмоционально, не умеет справляться со стрессами, не учится бороться с трудностями и учиться на своих ошибках. Это может сказываться на учебных результатах в будущем, на общении со сверстниками и с родителями. Наши дети не всегда умеют радоваться или огорчаться, проявлять волю в каких-то действиях. И чем раньше мы начнем об этом говорить и обращать на это внимание, тем раньше мы сможем научить детей правильно справляться со своими эмоциями. Что такое эмоции? Эмоции это внутренние переживания человека. Эмоции выражают отношения человека к складывающимся или возможным ситуациям и носят ситуативный характер. Эмоции представляют переживания наших отношений к каким-то ситуациям, к явлениям окружающего мира, а также к самому себе. Эмоции это наши реакции на конкретные ситуации. Не обладая эмоциями, то есть не испытывая гнев и печаль, радости, возбуждения, человеку очень трудно приспособиться к окружающему миру. Эмоции это наша система безопасности. Благодаря эмоциям человек может понять свои потребности и их реализовать. Ценность эмоций в наше время, конечно же, не оспаривается. Чем богаче развита эмоциональная сфера ребенка, тем быстрее он вольется в социум, тем плодотворнее и насыщенной будет его жизнь, будет его общение с окружающим миром. Важно понимать, что то, что мы закладываем ребенку в детстве в качестве положительных эмоций и чувств, будет и в дальнейшем ему помогать во взрослой жизни. Ребенок, подросток будет моделировать те ситуации, которые связаны у него с этими эмоциями и чувствами. Только на основе эмоционального опыта у детей складывается эмоциональная восприимчивость, когда он может не только оценивать свои ощущения и чувства, но может еще и понимать потребности других людей. Какие ошибки совершают родители, когда запрещают детям проявлять свои эмоции? Давайте об этом поговорим. Как правило, причины родительских запретов кроются не в неудовлетворительном поведении ребенка, а чаще связаны с комплексами самого взрослого. Итак, ребенок бурно на что-то реагирует в общественном месте, в общественном транспорте, на празднике, в прилюдном месте. Истерика у ребенка, разумеется, будет вызывать недовольство взрослого. Конечно, реакция незамедлительна. Замолчи, прекрати, прекрати это делать. И часто мы говорим это совершенно не задумываясь о том, что побудило ребенка к истерике. Во-вторых, ребенок может выражать эмоции, которые еще с детства закрепились в сознании матери и отца. Что я имею в виду? Например, папе запрещали в детстве плакать. Всегда говорили ему, прекрати реветь, ты же мужик. И, конечно же, такому папе будет неприятно смотреть на поведение своего сына. И в большинстве случаев папа повторит своему ребенку то же самое, что и ему говорили в детстве. Эта травма детства передастся следующему поколению. Третьей причиной может быть раздражение взрослых на гнев, плач или истерику детей. Такие взрослые привыкли и хотят видеть своих детей только в нормальном, веселом и бодром состоянии. И, разумеется, любое отклонение от тех стереотипов, которые они себе заложили, будет вызывать у них раздражение. Следующий момент – это страх родителей о том, что если позволять ребенку злиться и сердиться, то это может войти у него в привычку. Почему же детям вредно сдерживать свои эмоции? Все люди обладают эмоциями. И, конечно же, они выражаются по-разному от особенностей характера и темперамента. У кого-то бурно, у кого-то сдержанно. То же самое происходит и с детьми. Состояние ребенка, так же, как и взрослого, отражает его внутренний мир, то, что он чувствует в приятной или неприятной для него ситуации. Выражение эмоций – это возможность освободиться от напряжения, тревоги и каких-то негативных состояний. И если человеку не предоставляется возможность этого, то, конечно, это может все привести к головным болям, стрессам, соматическим заболеваниям. Ребенок также подвержен реакциям со стороны нервной системы, когда у него стоят запреты на выражение чувств. Запретить эмоциям существовать – все равно, что запретить цветку распускаться. И опасность в запрещении развития бурных чувств состоит в том, что эти эмоции все равно найдут выход. Только позже. И в данном случае они могут вылиться в какие-то другие заболевания, стрессы. Невысказанные чувства никуда не уходят. Они остаются в подсознании. Повторяющиеся ситуации и отказ на выражение чувств вызывает внутреннее напряжение и затем может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Часто это проявляется в головных болях, неврозоподобных состояниях, проблем с желудочно-кишечным трактом, другими проблемами со здоровьем. Конечно, врачам очень сложно поставить необходимый диагноз, потому что это все у ребенка в голове. Все это вызывает те самые психосоматические заболевания, о которых я говорила ранее. Когда ситуация является серьезной, ребенок может отставать в развитии. Конечно, уже необходима помощь специалистов. Кроме того, дети могут сливать все свои накопившиеся эмоции в детском саду или в школе. Могут агрессивно реагировать на какие-либо замечания. Могут быть раздражительными и излишне чувствительными. Таким ребятам будет сложно налаживать контакт со сверстниками. Любая мелочь будет выводить их из себя, вызывать гнев и слезы, потому что накопившиеся эмоции будут требовать своего выхода. Наши эмоции делятся на положительные и отрицательные. Положительные эмоции, конечно же, мы хотим запомнить и оставить в нашей жизни надолго. Но, как показывает наш жизненный опыт, отрицательных эмоций гораздо больше. Это гнев, это злость, это раздражение. И наша задача, задача родителей, понять причину негативных эмоций и помочь ребенку с ними справиться. Как справляться ребенку с деструктивными эмоциями, вы можете посмотреть и послушать в нашем предыдущем видео. Жизнь без эмоций так же невозможна, как и без ощущений. И, конечно же, задача взрослого человека – научить ребенка распределять, распознавать свои эмоции, учиться управлять своими эмоциями, но показывать это на собственном опыте. Учите ребенка уделять больше времени, умению общаться, находить общий язык со своими сверстниками, с другими людьми. Научите ребенка чувствовать, слушать и слышать. Помните, что поддержка, теплота, забота, передача опыта, любовь – все это поддерживает тот психологический комфорт ребенка, в котором ему, естественно, находиться и в котором ему легко будет идти по жизни. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш YouTube канал, задавайте свои вопросы и оставайтесь с нами.